Ну что ж, ребятки, наконец-то вышло глобальное обновление, которое мы сегодня с вами с радостью просто посмотрим. Я вам покажу, что добавили, какие там системы, машины, скины. Видосик будет максимально интересный. Давайте в этом ролике, наверное, 200 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Все подробные ссылочки есть в описании, как начать со мной играть, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. На самом деле, я сам очень ждал это обновление, его как-то неожиданно добавили. Хотя были, знаете, уже догадки, то, что стерва закрыли не просто так на ночь, то, что будет обновление. И вот я проснулся, зашел и действительно вышло, ребята, новое крутое обновление, которое мы сегодня с вами посмотрим, рассмотрим. На ОБТ много чего не было, что есть в этом обновлении, поэтому есть, что вам показать. Но если вы еще не играете на проекте Амазин ХРП, то, конечно же, не забывайте вводить мой промокод. Пишите слэш ММ, седьмой пункт промокод, точнее уже шестой пункт промокод, нажимаете, указать друга ютубера и вводите промокод полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч. И его можно вводить на любом серваке до пятого уровня. Поэтому вводите, получайте бабки и развивайтесь на проекте. Я могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, усаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, погнали! Ну что ж, ребята, давайте начнем с самого интереса, а именно с новой системы инвентаря, которую мы видели на ОБТ. Так, давайте я вам покажу. То есть, вот у нас получается элементарь. Здесь мы можем, вот, допустим, аксессуары снять. Можем другие там аксессуары сделать. Вот, допустим, потом можем, допустим, там вот гитару поставить. Можем вот такие вот очки одеть. Вы не можете одежду... А, я в организации нахожусь, поэтому я не могу одеть. Ну, короче, пацаны, теперь реально будет намного проще. Можно там деньги передавать, аптечки, там все что угодно реально можно передавать. Также на забаве есть тут здоровье, броня, гигиена, туалет, голод, жажда. Также теперь мы можем в багажник все положить, все, что нам там не нужно. Допустим, там вот очки можем положить, там одежду. Ну, все что угодно мы, в принципе, можем положить. Там шляпа, рюкзаки всякие. Так, также мы можем вот мусор выбрасывать. Вот такие вот мусорки есть. Давайте, допустим, вот, я свинью выкину и гитару. Допустим, кто-то может подберет, ему может нуждеть, знаете. Но на самом деле эта тема такая прикольная, потому что, я думаю, теперь многие будут шариться по мусоркам, искать. Потому что, ну, реально, мало ли кто-то что-то такое интересное выкинет. Допустим, даже те же самые аптечки, там, всякие аксессуары. То есть, я думаю, за этим реально тоже будут охотиться. Система, например, теперь реально хорошая. То есть, и в багажник теперь можно что-то положить и выкинуть, как бы не обязательно теперь это продавать, там и так далее. Так, теперь система автомобиля, пацаны. Вот, допустим, мы сели в автомобиль, нажимаем кнопочку С. Здесь у нас есть освещение, двигатель, двери, капот, багажник, аудиосистема, прочее. И ограничение скорости. То есть, допустим, вот освещение. Здесь включить неоновую подсветку. Можно включить близкий свет, дальний свет, аварийку и стробоскопы. Ну, вроде бы как удобно, но надо к этому привыкать. Сами понимаете, как бы раньше этого не было. И теперь надо к этому реально привыкать. Давайте я вам сразу продемонстрирую максимальную скорость M5F90, потому что многие машины переработали там по скорости, по управлению. Еще переделали нитро, оно раньше было на мышку, теперь на мышку у нас сигнал. На левый альт у меня была нитро, сейчас оно сделано на shift. Нажимаем shift, у нас включается нитро. Максимальная скорость, короче, у нее 327, пацаны. 327 километров теперь едет BMW M5F90 на третьем чипе. Меня это не может не радовать, потому что я этого очень сильно ждал, потому что до этого была максималка 273. А как вы понимаете, это очень мало. Это прям максимально мало. Блядь, что это за сирена орет, сука? Все равно ее слышно, ебаный в рот. Вот это, конечно, немножко есть такие недоработки, то что слышно, как оружие стреляет хуйпами откуда. Слышно эти мигалки, блядь. Короче, ладно, зайдем в магазин, блядь, потому что этот звук меня реально раздражает. И чтоб вам тоже не напрягало голову. Короче, ребята, я не знаю, со всеми бизнесами или нет, но произошли очень хорошие изменения для владельцев бизнесов. И очень плохие изменения для потребителей. Потому что теперь в 2037, не знаю, возможно, это во всех бизнесах сделали. Теперь максимальная скидка составляет 30%. То есть вот можете сами посмотреть. Доступные значения, минус 30, либо плюс 60. Максимум теперь скидка это минус 30. То есть я не могу с этим ничего сделать. То есть если вдруг вы будете у меня закупаться, знайте то, что это максимальная скидка, которую я могу сделать для вас. Раньше ж можно было 6 ремок покупать. Максимум теперь 5 ремок можно. Так у меня еще и блок ебка куплена. Ну да, 5 ремок максимум можно. А как целку теперь чинить, я что-то вообще не понял. Ладно, короче, разберемся потом. Просто я сам обнову недавно скачал. Что я хотел сделать, это купить самокат на самом деле. Ебать, 210 тысяч это минимум самокат стоит. Ебать. У меня финка сейчас 1 миллион 111 тысяч. Допустим, да? Давайте посмотрим, сколько мне придет. Просто я самокат еще не покупал. Так, купить самокат. Все, я его приобрел. Я только что не знаю, но примерно пришло 120 тысяч и списалось 250 продуктов. Что я хотел вам еще сказать? А, давайте используем энергетик. Посмотрим, как бы он работает так же само, как и работал или нет. Скорее всего, да. Так же работает, как и на ВБТ. То есть мы можем на протяжении 1 минуты вот так вот быстренько бегать. То есть это реально круто. В правом углу пишется, насколько времени мы можем вот так вот быстро бегать. То есть у нас энергетик действует 1 минуту. Реально прикольная тема. То есть я буду реально ей пользоваться. Вдруг надо от кого-то убежать, там, от полиции, либо еще от кого-то. Реально будет очень полезная тема. Ну что ж, ребятки. Вот я заезжаю в город Южный. Его очень сильно поменяли. Там поменяли бизнесы, там и так далее. То есть реально город очень сильно преобразился. Но я вам в этом ролике все равно все показать не смогу. Я вам так чисто покажу. Скорее всего, то, что я не показывал там на ВБТ. Ну вот как бы кольцевое движение появилось. Можно теперь как бы, ну, бочком раздавать. Бля, левый вот этот шип сделали нитром. Честно, неудобно. Вот у меня было нитро на левый альт, получается. Мне было максимально удобно. А вот на шифт, если ты хочешь бочком понаваливать, ну, реально неудобно просто. Просто неудобно. Ну, я думал, что можно клавишу поменять. Но я пацану спрашивал, сказали то, что нельзя клавишу поменять. Вот здесь тоже появился бизнес, получается. 24 на 7. Ну, реально красиво сделали. Прям по маппингу прям булочка. Я об этом еще говорил на тестовом серваке. То есть вот такие вот новые райончики. А не, кстати, его сделали быстрее. Он, по-моему, ехал 50, 60, он едет 60. Не, ну, 60 километров, пацаны, но это реально нормально. Тем более он хорошо ускоряется, разгоняется. Так, давайте призы посмотрим. Так, аудиосистема есть у нас по 70 миллионов. Третьи чипы, неон радуга. Что интересно, я заметил то, что, допустим, вот нитро выставить. Раньше минимум можно было за 500 тысяч, сейчас это 15 миллионов. Потом гидравлика у нас добавили. Раньше гидравлики, в принципе, не было. То есть раньше нельзя было выставить. А, походу, одежду теперь продавать нельзя. Это, скорее всего, теперь нужно делать через инвентарь. Давайте заедем в райончик этот, посмотрим. Я его тоже показывал в видосе про БТ. Ну так, чисто проедемся. Здесь, кстати, в этих квартирах интерьер другой. То есть он отличается от обычных квартир. Если вы хотите себе квартирку такую солидную, знаете, в красивом районе. Рядом здесь есть рынок, рядом больница там и так далее. То есть райончик реально неплохой. Ну что ж, ребята, все-таки мне удалось заспавнить все новые автомобили, которые добавили в этом обновлении. К сожалению, винил я вам показать не смогу. Также добавили три новых скина. Это, получается, вот Джекич Дубровский. Добавили еще, по-моему, Пашу Техника. И Сумбура. Я, короче, не знаю, как его зовут. Ну, не важно, пацаны. Вот, короче, еще Паша Техник есть. То есть вот такие вот скины имеются. Ну и всех них мне нравится больше Паша Техник и Жека Дубровский. То есть это вот такие вот скины добавили. Я, правда, не знаю, где их можно найти. Скорее всего, либо в рулетке новой, либо еще где-то. Новую рулетку я вам в этом ролике показывать не буду. Запишу отдельное видео, где я уже буду крутить там на крупненькую сумму. Уже вам точно покажу, что там можно выбить там и так далее. То есть вот так вот выглядит Паша Техник. Вот такие вот тапки. Ну, скин на самом деле прикольный. Мне прям очень нравится. Хоть я и не фанат Паши Техника, но скин такой прикольный. Но больше всех мне, наверное, нравятся все-таки Жекич Дубровский. То есть вот так вот он выглядит. Такой лысый, с бородой. Теперь давайте я вам покажу машины. То есть это вот Porsche Cayenne купе добавили. То есть он немножко по-другому как бы выглядит. Я не знаю, есть ли смысл как бы на них ездить. Потому что эти машины, как бы, они без чипов. То есть это абсолютно столько машины. Вот, получается, еще добавили вот такой вот Maybach. Да, он, кстати, стоит 65 миллионов, пацаны. То есть цена не поменялась. То есть я думал, что, возможно, они как-то ошиблись насчет суммы. Но, пацаны, как бы, да. 65 миллионов в автосалоне. Хотя без чипов он едет нихуя себе, на самом деле. То есть без чипа он прям такой бодренький. Реально очень неплохо едет. То есть по максималочке прям такой бодрый. Давайте максималку пробую развить на нем. Нихуя себе, он 240 уже без чипа едет, понимаете. Не, ну, в принципе, если она едет с третьим чипом, там, 320. То, я думаю, неплохая машина. Но по внешке, ну, мне не особо понравилось, на самом деле. Насчет, получается, лансеров, вот этих всех автомобилей, макларенов. Эти машины, пацаны, будут в контейнерах. Давайте прокатимся на макларене. Я на нем, кстати, не ездил. И, ну, по управлению он прям такой очень имбовый, на самом деле. Прям такой резкий, быстрый. Бодренькая такая машинка, на самом деле. Гиперкар, сами понимаете. Поэтому, ну, тачка прикольная. Лансер добавили. Потом из форсажа эту машину добавили. Такая чисто дрифт-тачка, знаете, покататься. Возможно, он будет рулиться примерно как парк 2 по дрифту. Ну, а так, пацаны, ну, много машин добавили, на самом деле. Не прям пиздец, но нормально. Моделька, конечно, не прям пиздец охуенная, но нормально. Субарика этого не хватало, потому что, мне кажется, вот этот Субари, точнее, вот этот кузов, один из самых красивых, которые ездят в Субару. То есть, он такой более распространенный, и мне реально нравится. По максималке, ну, он не особо быстрый, то есть, по разгону вообще какой-то. Прям очень медленный по разгону. Хотя, вроде бы, это Субару, ВРХ, полный привод, и она должна ебашить нормально. То есть, монопривод, это, я так понимаю, передний. У них максималка по полю 20 километров. А если у вас, допустим, полный привод, то у вас максималка 40 километров, если вы едете по полю. Некое преимущество у тех, у кого полный привод. У них максималка на 20 километров быстрее по полю. По полям вы уже, конечно, не поездите. Давайте еще некоторые машины посмотрим. Бля, просто не хочу сильно затягивать. Вроде бы и хочется вам все машины показать. Так, давайте посмотрим еще Skyline. И посмотрим, я думаю, лек. И на этом будем заканчивать наше путешествие по автомобилям. Ага, ты такой бодренький, пацанчик, ебать. А ну-ка, давай. Нормально так тулит вообще. Хорошечно, хорошечно. Повторюсь, пацаны, машины без тюнинга вообще. Ну, бля, он тоже не быстрый. Вот, 200 километров без чипа он едет. С чипом он будет ехать примерно 230, я думаю. Ну, нормально, прикольная машина. Я бы, на самом деле, себе такой бы купил. Мне прям этот кузов очень нравится. Извиняюсь, пацаны, если я там не затестил другие машины. Я просто хочу затестить те машины, которые мне интересны. Так, ну, этот Лексус мне прям очень нравится. Так, быстренько так разгоняемся туда-сюда. Есть еще там АЕ-86. Ее заменили, по-моему, на мяту. Ее теперь нет в автослоне. Теперь это будет такая редкая машина, я так понимаю. И она будет, скорее всего, в контейнерах. Но у кого была мята, те успели как бы заполучить данный автомобиль. Ну что ж, ребятки. Давайте я вам покажу еще новые команды. Кстати, я нашел, получается, АЕ-86. Возможно, кто-то скажет, что это такое, знаете, старое японское корыто. Но кто смотрел фильм про этот автомобиль, кто знает историю этого автомобиля и так далее, тот меня реально поймет. Короче, добавили новые команды. Получается, ПР. Это можно убрать, получается, скрыть игроков. То есть у вас они не будут отображаться. Только я так и не понял. На карте, типа... Ну, скорее всего, да, на карте они не будут отображаться. Либо в целом их не будет видно. Короче, я не понял. То есть вот мы можем выбрать государство. Так, ППС, ТРК, Байкеры, ФСИН, ФСБ, Армия, Скинхеды. Так, добавлена команда ПР, которая позволяет скрывать определенных игроков. Это может пригодиться на войнах за территорией, где нужно скрыть своих сокомандников. Также добавили команду, получается, вот такую вот. Теперь можно редактировать звуки. Я так понимаю, вы можете настроить только свои звуки, либо общие звуки, которые будут происходить вокруг вас. На самом деле много еще чего добавили, там, по интерьерам, там, и так далее. То есть я вам полностью ничего показывать не буду. Я вам показал то, что мне было интересно, то, что я ее не показывал на ОБТ, там, и так далее. То есть кто не смотрел про ОБТ-видос, можете посмотреть. Я там много тоже чего показывал. А если вы не видели вторую часть обновления, то этот ролик специально для вас. Да и в целом я вам показал обнову. То я про нее там думаю, рассказал. Мне обнова реально понравилась. То есть все реально классно, красиво, все хорошо сделано. Видео про улетку сделаю. Видео про автобусы, скорее всего, тоже сделаю. Постараюсь реально каждый день для вас выпускать ролики. Потому что обнова реально вышла. И есть что снимать, есть что показывать. Ну реально контента теперь много. Поэтому ждите, подписывайтесь. Все полезные ссылочки есть в описании. Поэтому заходите, смотрите. И начинайте играть вместе со мной. Ну а на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.